С 23 по 24 июня в Сибирском агропарке состоится традиционная выставка «День сибирского поля». В этом году в ней примет участие компания «Токомэлит» – официальный дистрибьютор итальянского производителя «Биокем». За квасочными культурами и ферментами торговой марки «Лактоферм», которые поставляет «Токомэлит», уже знакомы многие производители сыров и молочных продуктов на Алтае и соседних регионах. Совсем недавно компания запустила новое направление – добавки для сельского хозяйства. В планах поставка на наш рынок специализированных культур для производства мясных деликатесов и полуфабрикатов. Сегодня о продуктах «Токомэлит» расскажут сотрудники алтайского подразделения компании Надежда Копанева и Вячеслав Зубанов. Они гости нашей студии. Здравствуйте. Доброго дня. Здравствуйте. Надежда, первый вопрос к вам. Вы достаточно давно в компании работаете. Какое направление там возглавляете? Я возглавляю направление по внедрению заквасочных культур для молочной промышленности. Чтобы молоко было более пригодно для приготовления сыров и так далее, естественно, это нужно уже заботиться непосредственно от корма, от скормления животным, тоже селосов, сеножей и так далее. Поэтому мы идем дальше, развиваем это направление, предлагаем именно для селосования, применение вот этих заквасочных культур для селосов. Она способствует повышению качества корма. Наше подразделение оказывает комплексную поддержку технологическую по внедрению заквасочных культур. Значит, у нас большой ассортимент заквасочных культур, и поэтому мы можем подобрать для любого предприятия с учетом его технологических особенностей и используемого оборудования. Наши заквасочные культуры дают стабильное качество, выраженный вкус и аромат в молочных продуктах. У нас удобные дозировки, фагоустойчивые наши культуры, ну и по ценообразованию, то есть тоже как бы конкурентно способны. Ну здесь еще, наверное, нужно добавить то, что Надежда Борисовна является как бы ведущим технологами на молочном направлении в области сыроделия. И вот ее опыт работы позволяет не только продвигать наши добавки, но еще и оказывать консультативные услуги. Позволяет решать ряд производственных вопросов, которые возникают как бы при производстве новых сыров. В целом комплексом, комплекс технологических услуг, да. Вот я знаю, что вы, естественно, сотрудничаете с колледжем сыроделия. Почему выбрали это учебное заведение и какие у вас ближайшие планы совместные? Да, с 2019 года мы, компания Таком Элит стала членом Координационного совета Международного колледжа сыроделия и профессиональных технологий. На базе учебно-производственной лаборатории колледжа сыроделия ведутся отработки кисломолочной продукции и сыров. Данная лаборатория как бы имеет большой опыт в изучении, внедрении новых технологий для молочной промышленности. И поэтому мы используем как площадку, да, пилотную площадку для тестирования опытных контрольных варок сыров, кисломолочной продукции. И на базе учебно-производственной площадки колледжа сыроделия были разработаны наши рецептуры с применением заквасочных культур лактоферм на такие сыры, как швейцарский, алтайский, гауда, маздам. Вячеслав Витальевич, не так давно компания начала развивать добавки для сельского хозяйства. В чем их преимущество, насколько они действительно безопасны? Да, мы эту работу начали буквально с февраля месяца этого года. Что нас к этому поводило? Ну, фирма таком элит, она тесно сотрудничает с научными подразделениями ведущими институтами, как в ней российский институт птицеводства. И те вопросы, которые на сегодня актуальны, это в первую очередь, естественно, заболевания кишечника бактериального происхождения. На это обратили внимание наши непосредственно производители наших добавок, которые находятся в Италии, на острове Сардино. Там тоже имеется специальное подразделение, которое занимается научными именно обоснованиями, научными разработками данных культур. И вот это направление мы перенесли на Алтайский край. Почему именно выбрали Алтайский край? Поскольку у нас в Алтайском крае очень развито птицеводство, и в любом развивающемся промышленности, в любом развивающем вопросе есть свои нюансы, есть свои проблемы. И вот одно из проблем – это как раз заболевание кишечника птицы, что приводит к большому отходу птицы, экономическому потере и так далее. Чтобы эти вопросы скорректировать, мы обратились к нашим непосредственным разработчикам. Они нам рекомендовали данную добавку. Мы эту добавку сейчас внедряем на территорию Алтайского края. В чем она работает? Принцип работы я расскажу буквально в механизм ее действия, в двух словах, чтобы понимание было, что это такое есть. Это, во-первых, конкуренция замещения патогены микрофлоры и условно патогены на нормальную микрофлору. Что, естественно, вызывает повышение иммунитета организма, что и вызывает, естественно, улучшение и внешнего состояния птицы. Увеличивает экономические все показатели, такие как качество скорлупы, частота скорлупы, продуктивность увеличивается, яйценоскость увеличивается в результате применения нашей добавки. Фермеры уже каким-то образом сумели оценить эту добавку? Наша добавка прошла уже производственное испытание именно в условиях производства. И результаты, которые были получены, они сами за себя говорят. Это повышение и выхода готовой продукции, это улучшение качества продукции. Предлагаем сейчас для апробации, и пробные партии поступают бесплатно. То есть к вам фермер может обратиться, да, и вы ему предоставите добавку? Да, мы как раз будем принимать участие, как вы сказали, в этом форуме. Там у нас будет площадка выставлена, приедут наши специалисты с Москвы, с головного офиса, которые, если нужно будет, необходимо оказывать какую-то консультацию или еще что-то. Поэтому, пожалуйста, можно подходить, пообщаемся, какие-то вопросы будут возникать. Все это мы в рабочем порядке, все мы это обсудим. Ну, консультация, естественно, нужна, потому что как-то даже в обществе бытует мнение, что добавки – это что-то именно химия или антибиотики. И тут поэтому какие-то даже сомнения возникают, что добавки могут быть настолько хорошими. Кстати, мы здесь вернемся к тому, что добавки, да, все это полностью… Почему именно возникают проблемы дисбактериоза птицы? Потому что мы чередуем применение антибиотиков, применяя и химии. Это, как бы, ну, все мы знаем, что если, допустим, простыли там или болеете, антибиотики начинают принимать, то вся, как бы, нормальная микрофлора, она гибнет. В результате этого, как бы, все это место пусто не бывает, заселяются патогены микрофлора, возникает диарея, тем самым обезвоживание организма и все отсюда вытекающие, как бы, проблемы. Поэтому применение нашей добавки, она позволяет, как бы, минимизировать все эти проблемы путем профилактики, путем заселения именно нужной микрофлоры, нужных микроорганизмов, которые способствуют повышению иммунитета птицы. Ну, кроме добавок для птиц, какие еще планы? Новое направление – это, значит, применение стартовых культур для мясной промышленности. Ну, буквально в двух словах расскажу, что это такое. Значит, это также применение заквасочных культур на основе лактофермбактерий, которые позволяют снизить количество применений или полностью уйти от применения нитритов. Сами понимают, что такое нитрит – это, как бы, такое, ну, не совсем хорошее вещество, которое консервирирует и так далее, внешний вид придает продукции. Применение наших, как бы, заквасочных стартовых культур для мясного направления позволяет увеличить срок реализации продукции, повысить, как бы, ее внешний вид привлекаемости продукции. Тем более, особенно сейчас, когда вот летний период, сами понимают, температурные режимы при перевозке, как бы, ну, оставляют желать лучшего. Поэтому применение наших добавок, она позволяет предотвратить развитие патогенной микрофлоры на мясной продукции и тем самым повысить качество и внешний вид, и качество продукции. А как вообще давно компания на рынке? Вы уже известны, представителям Алтайского края? Ну, на территории края компания с 2014 года. И многие производители уже алтайские знают, как бы, так как применяют заквасочные культуры лактоферм в своем производстве. Спасибо, что нашли время и пришли к нам в студию. Спасибо. Спасибо большое. А мы напомним, что узнать подробнее о продукции Током Элит можно будет на выставке «День Сибирского поля». Стенд компании будет расположен рядом с павильоном животноводства в первом ряду. Ну, а у нас в гостях был Вячеслав Зубанов, руководитель регионального подразделения ингредиентов для птицеводства и животноводства компании Током Элит, и Надежда Копанева, руководитель регионального представительства компании.